всем привет дорогие друзья добро пожаловать в третью часть туториала по маппингу в dev2 и я вам покажу как собственно уже подготавливать карту к релизу отдельно будет видео как ее запаковать а сегодня мы поговорим про свет sky сферу про браши меши и так далее в общем-то у нас по умолчанию есть direction light который обозначает направление нашего солнца и мы можем сделать следующее в view options мы можем нажать галочку show engine content он есть в любом проекте это просто абы собственно контент движка здесь ищем sky просто спишем поиск поиск sky заходим в папку engine sky и здесь у нас есть bp sky сфер что значит blueprint вот этот блюпринт нам и нужен мы его перетягиваем просто пустое пространство и у нас становится вот собственно вот такая вот сфера давайте вернемся брошу и здесь тыкнув просто в небо мы выбираем эту sky сферу и и крутить нельзя ничего с ней не надо делать но мы можем выбрать direction light actor это значит что допустим выбираем наш direction light мы добавляем зависимость от этого direction light то есть по направлению солнца если она допустим смотрит вверх стало быть она внизу и значит у нас на дворе ночь если мы опускаем пусть им вот так вот где-то еще по моему вот можно нажать refresh материал и он у нас сразу обновил можно также и другим путем это все делать пускай сферы есть санхайд то есть высота солнца и здесь мы можем просто поменять она сама выставиться на значение которое у нас у солнца и небо поменяется также здесь есть настройки яркости солнца мы его сейчас вот там вот только увидим да то есть можно сделать поярче но сейчас она ярким не будет можно добавить позрачивость облаков то есть вот у нас уже покрасивее стало также скорость можно добавить они также движутся давайте все вернем ну и естественно звезды звезды тоже можно делать достаточно яркий ну тут уже поиграетесь настроите как вам надо и так это у нас sky сфера по моему тут больше ничего нет но можно цвета менять но я особо не экспериментировал можете попробовать если вам вдруг это нужно далее по брошу что по брошу для начала делать всю карту из брошей не стоит вам надо учитывать что броши весят намного больше чем статик меши поэтому хоть и если хотите чтобы ваша карта была более оптимизирована тогда вам нужно делать статик меши как это делать или и зачем собственно да и в каких случаях делать с этих мешами не обязательно все то есть вот допустим у нас две стены пол их можно оставить брошами например но если у нас есть какая-то какая-то сложно составная брошь например давайте вот эту возьмем например давайте мы сделаем сложную составную брошь какой-то элемент карты который будет у вас состоять из нескольких барашек то есть например вот у нас кости надо и у нас к примеру вот так грубо говоря есть рамочка то есть это брошь как одно целое получается давайте вот так всем условно сделаем но это как бы не суть то есть вот у нас грубо говоря какой-то проем дверь что-то еще и вот в этом случае мы уже можем сделать потому что у нас тут получается 1 брошь 2 брошь 3 4 это 4 брошь а бывает и посложнее то есть можно и сложно сосудные стены разные делать в этом случае стоит делать статик меш то есть вы все выбираете все ваши броши и здесь собственно нажимаете статик меш естественно предварительно лучше создать себе папку models можно прямо отсюда создать в сохранении создаем папку models как нибудь называемые например дурда и статик меш все это у нас теперь модель она и на его в юфорте будет отображаться у вас по другому она другим цветом то есть обычный брошь и синие остатик меш у нас такие океанических ну мы будем верить зеленые салатами и итак по настройкам чтобы у вас свет хорошо просчитывался у брошей если где у вас броши во первых если нам нужны тени до допустим от стен можем выбрать стены сделать cast shadow шелл у нас теперь стены будут при после просчитывания понятно что в лит они у нас как бы есть но после просчитывания света когда мы будем это делать у вас этих теней может не быть потому что к с шару у вас не стоит далее на всех брашах вообще на всех чтобы увеличить детализацию и качество отражаемых отражаемого света теней и так далее в light map resolution здесь после обычно это после surface properties time 2 то есть это разрешение на грубо говоря там квадратный сантиметр здесь нужно ставить не то привычное нам разрешение там 512 например это не на пиксель это на другую другой элемент я забыл честно говоря это слово выпало прямо из головы ну в общем то ставим 2 на полу тоже ставим 2 везде проверяем потом да везде у нас два значит все у нас будет хорошо теперь стать и кстати кешь меша более интересная поле под такая настройка более заковыристая давайте например посчитаем вот мы просто я сделали она дефолтная давайте посчитаем свет потяну давайте в превью чтобы у нас долго не считалось делаем билд просто можем нажать билд но можно и лайтинг-конт естественно и не забывайте что решетки всякие вот эти элементы тоже лучше сделать делать статик мешами потому что такие баги происходят лайтинг любит вот он он еще и не закончил он еще делает закрыть так вот он нам почти посчитал и как вы видите у нас меж становится черный то есть после просчитывания мы видим тени да какие они как бы все свет все отлично отражается но меж она у нас черная и в игре она у нас собственно будет тоже черная здесь у нас все прекрасная меж черную а в этом случае делать то есть до этого доводить естественно не надо так давайте шоу в engine контент галочку берем чтобы нам не мешалось и в общем то переходим в меж и в настройках меша здесь ставим так вспомнили бы я не особо готовился так вот здесь like map resolution ставим 512 чтобы отражение и тени всякое такое было на уровне а здесь ставим один по моему здесь давайте в другом проекте еще уточним сейчас посмотрим если это заработает если что уточним ставим один здесь 512 вроде бы все вы больше ничего нет не надо это можно закрыть браш у нас поменялось но она поменялась только потому что мы как изменили какое-то значение то есть здесь настройки в абиборте сбросились давайте еще раз lighting only посчитаем так же вам покажу лампочки разного типа вот как видите у нас починилась меж и теперь у нас меж тоже также хорошо освещается вот то есть внимательно отнеситесь к этим настройкам их не обязательно делать допустим у вас таких проемов несколько если вы уже на настроены настроены меж копируете у вас все эти настройки сохраняются то есть у вас модели не прибавляется модель у вас 1 следовательно ее настройки тоже сохраняются что по коллизиям коллизии можно делать умешать можно делать убрать и и делать это пока что на данный момент развития т2 обязательно потому что если мы сейчас будем пытаться взаимодействовать как-то со статик мешем как видите вы просто проходим насквозь естественно нас такое не устраивает поэтому опять же заходим в меж и здесь во вкладке коллижен в зависимости от сложности меша то есть если это какая-то стена что-то еще мы можем добавить какую какую-либо коллизию то есть если у нас грубо говоря бокс добавляем от бокс simplified коллижен и он у нас добавляет просто бокс по основным крайним вертексом и вот образом то есть если вам надо чтобы допустим можно было с этой стороной взаимодействовать можно попробовать по-другому если нас такой меж к примеру не устраивает мы нажимаем опять же коллижен римов коллижен обязательно не забывайте римовать вашу коллизию потому что если вы там насладите друг на друга будет не очень хорошо есть в общем-то по 10 точкам собственно написано до подиа по 10 сторонам если мы выбираем ее то же самое но у нас не самая удачная тут конечно меж еще получилось давать по 26 мне то же самое в общем-то если у вас примеру да ну вот вы можете протыкать какая вам подойдет в зависимости от вашей меж и если вам никакая вообще не подходит вы можете добавить коллизии вручную ну давайте здесь бокс добавим сохраняем также можно если вдруг вас почти устраивает вам нужно что-то подвинуть до в коллизии здесь внизу в details есть настройки коллизии здесь вы можете уже самостоятельно подвигать и покрутить и переместить по x по и по y по z и так далее то здесь все настройки если что есть случае чего вы можете даже сами по моему а нет а нет ну пресет что блок он это естественно чтобы как бы не проходить давайте ее уберем и и можно делать вручную вручную делать немного более за парни но тем не менее тоже можно вручную также делается для брошей для брошей такого инструмента нету поэтому как бы пока что страдаем пойти этот и вот не люблю когда пивот где-то в другом месте в общем то есть два пути как сделать коллизию и зачем делать коллизию допустим понятно да зачем делать коллизию на меж потому что мы ее насквозь проходим зачем делать коллизию на брошей так с ней вроде бы можем взаимодействовать то есть в том что видите я застреваю в ней давайте на светлости ведь я застреваю это из-за того что у нас очень очень точная физика я вот более того я могу подниматься вдоль стены и волос что у нас очень точно физика которая обсчитывается очень точно поэтому браши андрил как бы не рассчитан грубо говоря на такую физику поэтому броши кроме пола хотя пол тоже желательно чтобы никаких лишних подлогах не было броши нужно облокачивать грубо говоря в клип обволакивать можно сделать это двумя путями в зависимости от вашей броши я думаю от вашей карты переходим в молдс и здесь в волюмах есть блокинг волюм это грубо говоря клип с этим клипом мы можем взаимодействовать точно так же как и с брашем его выравнивать прямо четко не обязательно но как говорил всемогущий рандрейф лучше делать на пиксель дальше чем поставим единичку здесь и на пиксель дальше чем наша геометрия собственно если мы примеру не как вот с той стороны не заводить не взаимодействие можем сделать такой но все равно лучше как нибудь чтобы она прям было видно более что это уже на последнем этапе карты делается то есть когда вы уже все по тесте в карточки готовы и так далее добавляем уже блокинг волюма то также заточки растягиваем и работаем точно так же с ними как и с брашами можно таким образом сделать то есть вот теперь это у нас получается право стена вот это теперь мы здесь не застреваем как видите и можно даже в острей есть второй способ мы можем скопировать наш брошь на то же место грубо говоря то есть в этом случае например удобно control в использовать потому что она копируется со смещением если у нас ты пиксель у нас копируется со смещения в пиксель но и не факт что нам повезет что она скопируется в ту сторону можно ее чуть-чуть на пиксель сделать подальше да мало ли что лучше не как бы не жадничать по месту здесь уже на пиксель давайте ее что-то нам было и и более видно вот мы скопировали то же самое брошь и в самом низу есть конверт актером и здесь мы можем его конвертировать блоки волю то есть мы нажимаем блоки волю и она у нас становится блоки волю вот по идее вот так вот просто но и естественно бывают ситуации разные и иногда лучше как бы самому добавить и сделать его как надо например потому что но ситуации бывают разные такие такие но конверт естественно очень удобная штука можно просто грубо говоря раскопировать еще раз все браши и конвертнуть их так по клипам вроде бы все мы по высоте тоже не забывайте чтобы вот такого не было тоже поднимайте во всю стену мало ли что то есть так нужно всю геометрию все геометрии нужно делать пока что на данном этапе такую операцию возможно в дальнейшем у нас получится этого избегать уже потому что это тоже тратит так сказать время давайте это тоже что так далее по свету вроде как все в плане настроек то есть не забываем настраивать меш не забываем настраивать боксы бокс игры меши если у вас вдруг что-то не получается я не знаю пишите в комментариях попробуем вам помочь если у вас вдруг свет не считается если меши остаются черными внимательно проверьте настройки которые должны быть давайте я повторю что здесь в general settings light map ставим 512 либо выше например да там и light map координат и координат индекс у нас должно быть один по умолчанию здесь ноль стоит и все больше здесь ничего менять не нужно а ну и вот собственно мы можем я видимо проглядел а нет не можем я как-то вроде тут добавлял я не знаю ладно не суть далее какие-то кастомные лампочки освещение и так далее переходим в light но я думаю что кто пошарился уже может уже наверно познакомился давайте вам так кратко расскажу собственно сам direct direction light который у нас по умолчанию тут стоит наше солнышко point light это обычная лампочка в обычной лампочки есть естественно интенсики то есть интенсивность яркость да можно поменять цвет в любой цвет поставить радиус внешний да то есть насколько она сильно будет source-радиус но source-радиус надо выкручивать это как бы мягкость видите если вот тут вот посмотреть где сферы движутся видно что допустим вот здесь в этой области более ярко здесь уже он смягчается то есть с этим совсем со всеми настроечками можно поиграться soft-радиус делает помягче да как вы видите уже нету вот такого блика если закрутить немножко то уже более мягко то есть это все ну по ситуации естественно и source-лент это у нас как бы палочка саму лампочку вы не видите вот эту но если у вас например модель какая-то продолговатая лампа вам не обязательно все обкладывать лампочками если вы длину источника будете крутить вы можете ее повернуть допустим таким образом да когда вы ее покрутите она получает а внутри лампочки она маленькая не видно но если выкрутить то ее сразу становится видно можете повернуть и у вас уже допустим такой продолговатый здесь также можете просто себе настроить то допустим должно быть вот так здесь радиус этой палочки собственно вы можете увеличить допустим таким образом дамы или поменьше soft-радиус весь у нас эффекта не видно мы можем и не знаю вот таким образом и по длине естественно нужно и light здесь у нас видите направление таким вот образом но это это первая лампочка собственно можно использовать и температурные настройки здесь уже тогда без цвета лучше температура это собственно как в люминах грубо говоря то есть две 700 это желтый там 4100 ближе ближе к белому и там 7700 грубо говоря 6500 это тоже белый но это уже на ваше усмотрение ну и касс шадоус если вы хотите чтобы от лампочки от света были тени это очень-то первая лампочка можно можно с этим совсем поиграться поднастраивать это бывает очень полезно далее spot light spot light это у нас на правиль направленный свет и вот так же можно ходить вертеть и также у нас есть здесь давать давайте сделала ночь например было получше видно было получше видно здесь тоже у нас все радиусы собственно яркость attention attenuation радиус на моего а нет ну это так сказать внутренний да можно inner добавить то есть насколько он у нас будет этим тоже совсем можно поиграться это внешний конус но тут по названию собственно все понятно я с ними пока не особо прямо работал поэтому я могу ошибаться это тоже у нас с радиус его тоже до его уже тут как бы не повернешь но направленный он и он и направленный дом а нет я другую да покажу ну и soft source радиус на этот тут возможно надо поднастраивать то есть вот делает мягче если вам видно более мягким или более жестким светом длина и соответственно то же самое что мы можем длину это увеличить сделать какой-то да но это я думаю что с этими лампочками будет настройки немного попроще потому что как бы если у вас какой-то фонарь на сверху просто сделали так посмотрели там не знаю покрутили яркость возможно ну увеличили да если что радиус чтобы до пола у вас доставало где ну и вот например да каким-то таким образом у вас радиус нам не нужен делаем помягче его если что а нет то не то стоп а ну можно внутренний да добавить можно добавить внутренний допустим что вот этот он вот этот ну вот тогда примерно центр у нас яркая дальше мягко выходит ну в общем тоже можете поиграться я тут уже нет не я пока с ними прямо не скажу что много работал я их конечно добавлял но точно так же сижу просто ковыряю типа вот как это как это выглядит и есть рект light который у нас собственно здесь уже даже по такому рисунку он нам дает свет только в одну сторону то есть он у нас отрезает это удобно такой свет он он как бы более такой широкий объемный и его на какие-то там настольные ну наполь напольные лампы что ли у меня такие ректы допустим стоят на карте виз они там как раз кстати пришлись я тоже их очень долго пытался настраивать здесь есть собственно радиус это у нас ширина тут можно настроить ширину высоту то есть прямо по лампе до сделать можно сделать его что очень кстати удобно как видите он как объяснить то ну как бы края сужаются да и собственно источник становится более закрытым и вот эту штуку тоже можно сделать то есть можно и вот так как-нибудь поднастроить тут уже тоже в зависимости от ситуации в общем-то поиграйтесь с этим всем это бывает очень полезно но и skylight это собственно как ambient освещение здесь мы тоже можем добавить и интенсивности и так далее куба презалюшен ну по-моему я не менял его можно не менять у меня такой же sky стоит skylight на мапе виз тоже кассе дался если вам нужны тени от него можно убрать я думаю ну и интенсивность можно подкрутить и за сделать два здесь аккуратнее здесь он уже более такой яркий то есть если вам нужно условно говоря такое вот ночное освещение либо какая-то комната у вас таким мягким освещением чтобы не мучиться там везде равномерно лампочки расставлять это работает на всю карту вообще то есть эта штука очень полезная вот лампочки используются не для основного освещения а уже для декора если кто-то могил радианте все помнят эту геморрой с лампочками где надо по всей картеры лампочки распихивать здесь такого нету здесь просто skylight добавили настроили можно и цвет у него до какой-то оттенок добавить добавили там интенсивность если надо прямо поярче ну собственно и все все у вас карта вся грубо говоря освещена ну-ка с shadows тоже можно вот таким вот образом вроде бы все вроде бы все надеюсь не затянул особо ну все что знал вроде как рассказал что еще что еще ну еще про геометрию так как это вроде как грубо говоря последний такой туториал перед вашим отправлением про геометрию я вам могу сказать давайте сделаем англиб что вы можете работать с вашими иным образом вы можете их разрезать делать с ними все что угодно два тела пол давайте сделаем пиво попроще вытяну сделаю камень помельче чтобы нам было удобнее мы можем brush разрезать в shift 5 собственно в редакторе так выделяйся вот в 3d окне тут конечно у них не совсем удобно выделяя какую-то какой-то edge ребро мы можем сплитнуть делаем сплит и у нас весь brush разрезается это удобно для того чтобы допустим у вас чтобы не делать разные браши вы можете их например посплитать да если у вас многослойная какая-то стена много текстурная и уже на каждую ведь они выделяются как бы отдельно и уже например если у вас здесь кирпич то здесь вы можете добавить допустим не знаю решетку к примеру да таким вот образом но имейте ввиду что здесь у вас будет пусто внутри решетки и тогда в любом случае нужно будет делать это статикмешем и если у вас много прямо на сплита на что-то там вы какие-то углы посрезали еще что-то то собственно тоже нужно делать если у вас много прямо точек до много вертексов на браши тоже нужно делать статикмеш то есть любая сложная более-менее геометрия какая-то она должна быть пешим ну и здесь если вы шифт b нажимаете у вас здесь на вся выделяется так что если вам нужно со всех сторон тут уже ручками придется можно и сверху то есть если он не зависимости до от каких-то и джей если мы сверху сплитаем то у нас плитается также вся браш но эти точки тоже можно двигать всяком всяком можно ими манипулировать и так далее есть экструд например давайте мы вернем более прямую без этого также есть экструд кто не знаком с 3d моделинга там и прочим экструд это а локальные делаем они не он у меня поставился нажимаем экструд и мы допустим здесь можем настроить длину сегменты а можем просто ручками так вытянуть на длину которую нам надо и при этом имейте ввиду что каждый раз когда вы отпускаете и снова вытягиваете у вас создается edge у вас создается сплит как бы она обрезается можно конечно можно из одной браши грубо говоря всю карту сделать я таким образом пытался сделать ст1 но это во первых не очень удобно по редактированию потом во вторых могут начинаться какие-либо баги то есть если мы я не знаю много много всего нарежем себе помогут начинаться баги разные с текстурами если мы где-то какие-то кривые углы и еще что-то они становятся прозрачными это никак не починить то есть но полигоны просто пропадают поэтому экструдить я я вообще его не использую больше казалось бы это очень удобно но на самом деле это только может заруинить вам карту а заново перестраивать геометрию это такое себе но можете естественно выбрать там сегмента в себе до сделать не знаю 24 длину это по сетке до смотрим то есть 32 элементов 5 например делаем apply она и на у нас на 24 5 сегментов создала вот ну как этим пользоваться я не рекомендую также можно и триангулировать до полигоны но этом мне пока не пригождалось поэтому я ситуацию в которой это может быть полезно не скажу то есть он разрезает диагонально у нас полигон можно естественно флипать если мы будем флипать переворачиваем да если у нас где-то полигон пропал например да если вы много на экструдили у вас вот такая вот ситуация такое вполне может быть возможно у вас перевернутый полигон в этом случае я его даже больше не выделю да он у нас другой стороны мы можем его флипнуть а я все я все флипнул нет мне нужно именно это но бывает что полигон пропадает и у вас его с этой стороны нету и что делать здесь уже я не подскажу но и оптимайс он как бы можно выделить нажать отнимайс и он у вас все сгладит то есть у вас где-то есть ненужные грубо говоря сплиты что-то еще если у вас к примеру здесь был триангулейт каким-то образом до оказался вы можете выделить эти два полигона нажать отнимайс и он у вас все вернет но оптимайс тоже с более сложной геометрии не работают вообще у андрила небольшие проблемы с более сложной геометрии в плане брашей но это ничего страшного потому что если у вас прямо какая-то сложная модель каким-то там скульптингом двери и что-то еще вам проще сделать именно модель в 3d редакторе а это не 3d редактор и здесь не надо делать такие сложные вещи вы можете просто сделать модель сюда и и потом добавить и все ну вроде бы все вроде бы как все а ну и давайте а ну и потом да давайте на следующем тогда уроке поговорим про триггеры про телепорты то как их все как это сделать чекпоинт и старт финиш и так далее и одно сразу покажу как вам запаковать карту и и я добавить ее в игру чтобы на ней уже можно было играть на этом все ребят всем спасибо всем удачи всем пока